Эфир Амурского областного продолжает новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте! Коротко о главных темах этого дня. Слишком затратно и долго в Благовещенске решили не строить надземный переход возле одной из школ. Об этом рассказал мэр города Благовещенска. Какие еще темы волновали амурчан в ходе прямого эфира? Бочковая, классическая, со свеклой или клюквой. В Амурской области отмечается хороший урожай капусты. Фермеры активно делятся рецептами заготовок на зиму. Какие разносолы самые вкусные? 44-й пошел. В Благовещенске отпраздновали Международный день туризма. Какие красоты и достопримечательности региона притягивают путешественников со всего мира? Ну а теперь подробнее об этих и других темах выпуска. В Амурской области урожайность овощей в этом году превышает показатели 2022 года на 5% и составляет 206 центнеров с одного гектара. Агрария освободили уже половину занятых земель. Общая уборочная площадь при этом превышает 340 тысяч гектаров. По сообщению Министерства сельского хозяйства Морской области, хорошая урожайность в этом году объясняется благоприятными погодными условиями. Аграрии отработали более производительно, меняли технологии, использовали новые сорта, средства и схемы защиты растений. В этом году мы по картофелю на 15 центнеров превышаем. Прошлогодние показатели. Средняя урожайность у нас сейчас порядка 190 центнеров с гектара. По овощам мы больше 200 центнеров показываем. Тоже это где-то на 20 центнеров выше, чем в прошлом году. 207 мы показываем центнеров с гектара. Но еще у нас предстоит по овощам отработать уборка капусты массовая, которая для закладки на хранение. Некоторые хозяйства используют для засолки. Поэтому я думаю, что урожайность у нас может даже еще и поднимется. Выше будет. В уборочной кампании овощей и картофеля сегодня лидируют Благовещенский, Серышевский районы, Ивановский и Тамбовский округа. Было также отмечено, что сегодня в области аграриев поддерживают на областном и федеральном уровнях. В этом году мы выплатили, и кто занимается у нас овощеводством, картофелеводством, мы выплатили около 11 миллионов рублей на поддержку этого направления. Это федеральная субсидия при областном субфинансировании. И сейчас вот по окончанию сбора урожая, по факту, мы тоже еще поддержим наших аграриев. Мы в прошлом году поддерживали, поэтому это одно из приоритетнейших направлений, которое поддерживается как на областном уровне, так и на федеральном. Оно выделено в отдельное направление, поэтому поддержка определенная есть. Богато витамином С, пищевыми волокнами содержит минимум калорий. И это все о квашеной капусте. Конец сентября, начало октября, сезон ее заготовки. Многие домохозяйки запасают этот продукт в больших количествах. Он не только полезен для здоровья, но и вкусен. Как правильно квасить белокочанную капусту, узнал наш корреспондент Юрий Камышный. Я попытаюсь рассказать вам, как правильно крошить капусту. Любовь Валентиновна Кравченко квасит капусту еще по рецепту своей бабушки. Для шинковки, говорит домохозяйка, лучше брать белокочанную твердых сортов. От них получается тонкая стружка, которая идеально смотрится в любом блюде. Перед тем, как приступить к процессу, обязательно снимаем верхние листья. Капусту снимают с корня, с кочерыжки, обычно после третьих, первых легких ночных заморозков. Как правило, в начале октября. Для чего? Для того, чтобы вышла лишняя влага, для того, чтобы всевозможные, может быть, какие-то вредители там прижились. Все это нужно, чтобы морозцем ударило, скажем так. Так и говорили. Мороз ударил капусту. То есть пора снимать. Кстати, ненужные листья не обязательно выбрасывать. Их лучше уложить на одной емкости, где будет кваситься капуста. В этом году, говорит Любовь Валентиновна, урожай этого овоща очень богат. И часть на огородах уже убрали. На земле оставили только то, что пойдет в переработку. Давно такого не было. Подросло. Ну и все-таки это же от сорта зависит. Если более хороший поздний зимний сорт, который на хранение годится, он и дал хороший урожай. Как правило, на закваску используют поздние сорта капусты. После того, как капусту нашинковали, добавляем в нее натертую морковь. И здесь тоже есть свои нюансы. Тоже такой есть нюанс. Немножко нужно моркови, чтобы не покрасилась, не поражила капуста. Но была красивая, да, чтобы вот посыпается. Ну а после полученную массу солим по вкусу, плотно ее утрамбовываем, накрываем гнетом и ставим на несколько дней в теплое место. Стоит до тех пор, пока не появится пена. Когда пошел процесс брожения, пошел процесс ферментации. И вот это, как правило, на третий день обычная пена появляется. Вот так этот гнет убирается, поддон этот снимается верхний. И протыкается длинным, большим, ну, палкой, штырем, если вот это получится проткнуть, чтобы вышел углекислый газ. И пусть она еще уже потом стоит в тепле. Ну а затем в погреб опускайте. Хотите в банки раскладывайте, хотите с бочку туда опустите. Хотите накатайте шарики на морозе, если морозы установились. Тут уж тоже фантазия хозяюшки. Врачи-диетологи рекомендуют есть квашеную капусту, особенно в холодное время. Из-за большого содержания в ней витамина С, она защищает организм от различных вирусов. Но это не единственная польза этого продукта. Квашеная капуста, безусловно, является полезным продуктом. Диетологи очень любят. Во-первых, этот продукт обладает низкой калорийностью, примерно 20-25 килокалорий на 100 граммов. Что благоприятным является для тех, кто контролирует свой вес или находится на этапе активного снижения веса. Кроме того, продукты содержат большое количество пищевых волокон. То есть нормализует работу кишечника, повышает иммунитет. Кроме того, квашеная капуста нормализует уровень холестерина и глюкозы крови. А это очень важно для лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также с сахарным диабетом. В день достаточно употребить всего 100 граммов квашеной капусты, чтобы защитить свой организм. Сезон заготовки этого любимого всеми продукта только начался. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Насколько стали доступны товары и услуги гражданам в 2023 году? С таким вопросом сенатор от Амурской области Иван Абрамов обратился к министру экономического развития России Максиму Решетникову на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. Рост реальных доходов граждан в 2023 году, по словам министра, опережает повышение цен. В то же время все силы государства сейчас брошены на сдерживание инфляции. Введен запрет на экспорт нефтепродуктов для укрепления рубля в краткосрочной перспективе. В Минэкономии России ведется анализ рынков и работа над расширением предложения во всех отраслях экономики. Для того, чтобы министерство быстрее реагировало на возникновение экономических рисков, возможно, целесообразно наделить министра экономического развития дополнительными полномочиями. Общий городской субботник, надземный переход возле новой школы и новогоднее оформление Благовещенска. Мэр областной столицы Олег Камамеев провел прямой эфир в социальных сетях. За час омурчания задали больше сотни вопросов. Каких? Об этом расскажет Ольга Сысой. Первое, с чего начал свой прямой эфир мэр Благовещенска Олег Камамеев, стала акция «Город берегу». Она стартовала 25 сентября и продлится до 25 октября. По словам городоначальника, собранный после субботника мусор компания «Полигон» будет принимать бесплатно. Общий городской субботник мы планируем сделать 13 октября, на котором тоже мы определим достаточно большое место локации и традиционно все вместе берем перед зимой наш любимый город. Компания, муниципальное предприятие ГСТК предоставит грабли, мешки всем общественным организациям, но коммерческие организации, я прошу и управляющие компании все-таки использовать свой инструмент, потому что, конечно, невозможно обеспечить весь город инструментом, поэтому прошу отнестись с пониманием и все-таки привлекать собственные ресурсы. Еще одним животрепещущим вопросом от жителей Благовещенска стала дорога к новой школе на полторы тысячи мест. Дело в том, что из-за загруженности утреннего трафика власти рассматривали вопрос о строительстве надземного пешеходного перехода. Олег Камамеев отметил, что этот вопрос снят с повестки, так как проект оказался очень дорогостоящим. Также он рассказал и о планах празднования Нового года. Главную площадь Благовещенска украсит горка в виде ангары, символ будущего года «Дракон», а также появится каток в городском парке. Уже контракты заключены по подсветке города, к работам тоже подрядчик уже по закупу начинает приступать. По устройству рядовых фигур я планирую до 25 ноября мы контракты заключим и, соответственно, работам приступим. Ну и к 15 декабря у нас будет город весь, скажем так, в праздничном наряде. Прямой эфир с мэром Благовещенска транслировался на трех площадках социальных сетей. Его посмотрело больше 200 человек. Этот раз он был организован совместно с Центром управления регионами. За 60 минут руководителю областной столицы задали порядка 130 вопросов. Олег Амамеев успел ответить на 40. Остальные будут отработаны профильными специалистами в течение 10 дней. Ольга Сысой, Амурское областное телевидение. Цветы, подарки и личное поздравление от региональных властей. На таможнях городов-побратимов Благовещенска и Хэхэ в честь 44-й годовщины празднования Международного дня туризма отчестовали 44-го путешественника, пересекающего границу. Гостей встречала и съемочная группа Амурского областного. Неожиданно теплую встречу на российской стороне устроили группе китайских туристов, прибывших в Благовещен с первым утренним рейсом. Сразу после досмотра официальные лица поздравили путешественников с Днем туризма. Особенным подарком отметили 44-го. Им оказалась пенсионерка из Хэхэ. Бывший менеджер по туризму Джао Хун любит посещать другие регионы. В Преамуре ездила последние три года. В этом году пересекла границу впервые. «Я очень рада, что посетила Благовещенск в этот раз. Планирую посетить Площадь Победы и другие места. Хочу, чтобы отношения между берегами активно развивались во всех сферах и в транспорте, и в предпринимательстве». В качестве подарка женщине вручили сертификат на обзорную экскурсию по амурской столице и билет в кафе. Такой же праздничный прием с поздравлениями и приветствием официальных лиц устроили и российскому 44-му туристу на таможне Хэхэ. «Сегодня день туризма, и мы разделены, точнее, соединены одной рекой, все-таки идем в одном ритме и празднуем этот день очень весело. И напомню, что у нас такая традиция совместно с китайскими партнерами каждый год праздновать, ежегодно праздновать вот этот праздник замечательно. Она очень давно существует, больше 20 лет. И даже в онлайн-режиме, пока была пандемия, мы тоже старались каждый год делать какие-то мероприятия, чтобы эта традиция не угасала». Обмен туристическими группами между Россией и Китаем стартовал с августа. С китайской стороны это была третья группа, а наших соотечественников за рубежом побывало уже около трех тысяч. Амурчанам советуют быть внимательными с документами. «При пересечении государственной границы рекомендуем в первую очередь обратить внимание на сроки действия документа. Также в случае, если менялись установочные данные, такие как фамилия, имя, отчество, также при значительном изменении внешности, необходимо заменить документ, удостоверяющий личность. Также, чтобы не было проблем при выезде из Российской Федерации, рекомендуем проверять себя по базе данных Федеральной службы судебных приставов». По словам представителей региональных властей, инфраструктура и профильная служба при Амуре полностью готовы для восстановления допандемийного турпотока, когда ежегодно границу пересекали до миллиона человек. Космодром «Восточный», три гидроэлектростанции, предприятия «Золото добычи», газопереработки «БАМ» и «Транссиб» близость к Китаю. Амурская область обладает большим туристическим потенциалом. Поздравляя работников туристической отрасли и путешественников с профессиональным праздником, глава области Василий Орлов отметил открытие пассажирского движения по автомобильному трансграничному мосту через Амур и канатной дороге, которая соединит Благовещенск и Хэхэ, привлечет в область еще больше путешественников со всей России и мира. Ирина Батина, Михаил Величкин, Амурско-областное телевидение. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова